Сопоставление с образцом не всегда идеально подходит для описания подходящего ветвления. Действительно, если условие, на основании которого осуществляется ветвление, представляет собой большое выражение, то довольно трудно осуществить описание этого выражения на языке сопоставления с образцом. Однако в этом случае в Хаскеле есть другой инструмент, который зовется охранные выражения, гвардс по-английски. Давайте посмотрим, как они работают. Мы переписываем предыдущий пример факториала, однако вместо конструкции if-then-else используем другую конструкцию. Эта конструкция называется охранные выражения. Охранные выражения позволяют расщепить нам одно уравнение на несколько, но не с помощью механизма сопоставления с образцом, который мы раньше обсудили, а с помощью другого, более тонкого механизма. Охранное выражение представляет собой булевое выражение, которое отделяется от параметров функции вертикальной чертой. Это булевое выражение проверяется, оно может зависеть от тех формальных параметров функции. При вызове, если сопоставление с образцом произошло удачно, то происходит проверка охранных выражений. Если охранное выражение обращается в истину, то тогда выполняется правая часть. Если же охранное выражение ложно, то мы переходим к следующему охранному выражению. Их может быть два, может быть больше. И тоже проверяем истинное или логическое значение, указанное здесь. Если оно истинно, то мы тоже переходим в правую часть. Если же все охранные выражения являются ложными, то в этом случае мы просто переходим к другой, следующей строчке сопоставления с образцом, если таковая, конечно, присутствует. Если же следующего образца нет, то тогда наша программа аварийно прерывается сообщением об ошибке, о том, что сопоставление с образцом является неполным. Определение факториала, которое приведено здесь, можно переписать на языке охранных выражений полностью, не используя нескольких уравнений сопоставления с образцом. Давайте взглянем на эту реализацию и на следующую версию факториала. Здесь у нас используются три охранных выражения, при этом проверяются все интересующие нас значения. Значение 0, когда мы должны терминировать рекурсию, неотрицательное значение, когда правая часть представляет собой стандартное рекурсивное тело факториала, и, наконец, оставшийся случай, который маркирован с помощью слова otherwise, в котором мы прерываем аварийно выполнение нашей программы, но при этом сообщаем некоторую строковую информацию о том, какова причина этого аварийного прерывания.